Так, ну что, всем привет! Сегодня я расскажу вам, какие монеты ни в коем случае не стоит торговать и не стоит их продавать, потому что данные монетки, они принесут огромную прибыль в долгосроке. Ну, опять же таки, я хочу напомнить мой любимый Zcash, потому что данная монета, она себя вообще еще не показала, то есть она не перебила хаи, которые были у нее там до этого. Если посмотреть, я уже, ну давайте вкратце пробегусь по ценам, чтобы я не затягивал, я думаю многие видели, вот, то соответственно здесь у нас, да, в моменте у нас Zcash нам доходил до отметок, ну давайте глянем, 392 доллара. Очень полезный информативный канал по крипте это Криптоиндустрия. На данном канале освещаются наиболее важные экономические новости, на основе которых можно торговать крипту и неплохо зарабатывать. Также на канале Криптоиндустрия проводится розыгрыш в каждом ролике на 600 долларов в эфире. Три выигрышных места по 200 долларов на каждого. Настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и подписаться прямо сейчас на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Ну а здесь в пике на Binance она была 875, ну а здесь было 783 доллара. Если посмотреть, допустим, на других биржах, сколько она была, ну давайте глянем на том же Bitfinex. Здесь она, при листинге она была 2600, здесь была 2616, ну даже здесь она была 800 долларов и мы не добили, да, не добили вот эту цену и она вообще еще на днище находится, поэтому монета сильно недооценена, я считаю, поэтому рост по ней будет однозначно. Вот, если на Кракене, да, ну понятное дело, это сказочная цена в 30 тысяч долларов, это еще охренеть сколько капитализации надо Zcash, ну не один миллиард явно, вот, и я думаю, не 5, а то и не 10, поэтому, ну это до этой цены довольно-таки еще далеко, и это, я считаю, не один, не два года, а то и не 5 и не 10 лет, вот, поэтому и тем более популярность должна набрать там и, соответственно, внедряться активно и какие-то там новости, обновления, вот, какой-то мощный фундаментал еще добавится. Должен, поэтому такие дела, вот, это у нас первая монета, стоит она сейчас 130 долларов, вообще смешные деньги, поэтому на данном этапе, я считаю, в долгосрок очень перспективная монета, вот, потому что, ну как минимум раза в 3 она подрастет, а то и больше, а то и в 8 и в 10 раз, если она достигнет отметки в 1000 долларов, конечно, не в этом году, но в следующем я вполне это допускаю, что она хотя бы там на те же 500-600 долларов как минимум вернется. Это первая монета, вторая монета, я считаю, которой не надо трейдить, это у нас эфир, опять же-таки, это ваше право, если хотите там, к примеру, торговать вот эти краткосрочные движения там на те же 90%, во-первых, потому что данные монеты, они не слишком волатильные и они больше подходят для накопления в долгосрок, то есть, если бы вы, к примеру, купили бы тот же эфир, я понимаю, что можно было практически любую монету купить, но если, к примеру, тот же эфир вы купили бы здесь, вы бы заработали, получается, 30 иксов на текущем этапе, ну хорошо, даже в 10 раз, даже если до 1000 долларов вы там скинули, да, то можно было заработать, как минимум, те же, соответственно, у меня соседи сверлят, это просто пипец, вот, получается, я надеюсь, вам не слышно, вот, пока еще тихо, соответственно, можно было заработать порядка 10 иксов, вот, если, если, соответственно, я считаю, какая единственная, вернее, стратегия на данном этапе, это, соответственно, накапливать монеты по эфиру и, соответственно, держать его в долгосрок, потому что он будет и 5, и 10 тысяч долларов, ну и находится она на данном этапе на втором месте по капитализации, капитализация у него 399 миллиардов 226 миллионов, ну и, соответственно, данная монетка довольно-таки перспективная, плюс там вышел уже эфириум 2.0, я думаю, многие про него слышали, можете изучить подробно на досуге, да, вот, ну и я считаю, одна из самых недооцененных монет, это, естественно, биток, я вообще не понимаю, зачем его торговать, то есть, если, конечно, у вас есть лишние деньги там и так далее, ну, опять же таки, биток, я считаю, тоже надо накапливать в долгосрок и не морочить голову, потому что в плане торговать его можно это делать, но зачем, если вы, допустим, к примеру, вы торгуете, вы там закупали его здесь, здесь, а потом, представьте, таких цен больше не будет, и вы будете думать, блин, а зачем я его продал, а в итоге он там вырос на 100 тысяч, на 200 тысяч долларов, там, может, когда-то на 500 тысяч долларов, ну, понятное дело, это не год, не два, и, может быть, даже не 5 лет, а лет 10, но все равно вы потом подумаете, блин, а я закупился, и в итоге я золотился бы раз в 10, в целом в долгосроке, там, я не знаю, детям, не знаю, на пенсию заработал, либо себе на пенсию, да, потому что надеяться на государство, это такая себе тема, я думаю, многие это понимают, вот, поэтому сейчас у нас капитализация 886 миллиардов, 728 миллионов, ну, и бонусная монетка, я считаю, которая недооценена, вот, можно ли торговать XRP? Можно, но я считаю, тоже часть XRP стоит оставить в долгосрок, потому что, в любом случае, он сходит на перехаре 2 долларов, ну, это лично мое мнение, и моя, может быть, вера отчасти в этот актив, что он сходит на 3 доллара, может, даже на 4,5, но монетка довольно-таки перспективная, и еще хотел порекомендовать две монеты, которые советовал до этого, монету в долгосрок, это у нас, которая тоже стоит накапливать, это монетка TKO, это у нас, получается, индонезийская биржа, которая находится под покровительством Binance, и, в целом, она тоже, ну, как минимум, на те же 10 долларов она сходит, это будет уже 5X, но я считаю, она может и больше, вот, ну, и в Азер X тоже она в сотрудничестве с Binance, поэтому тоже монетка недооценена, офигенное накопление, неоднократно ее советовал в закрытом клубе здесь, поэтому вернется к предыдущим отметкам, но это вообще, конечно, смешно, да, там 3,5X всего лишь, но в дальнейшем, я считаю, как только она выйдет за 4 доллара, может, мощно улететь, ну, и любимый всеми BitTorrent, я думаю, если кто хочет, но учитывайте, что эта монета отчасти рисковая, потому что тут может быть как мощный рост, так и может быть, ну, она просто может загнуться, я понимаю, потому что она на хайпе поднялась, вот, поэтому учитывайте данный фактор, ну, и, в целом, вот, вот эти монеты следует, я считаю, накапливать, по остальным можно ли накапливать, можете написать, какие вы накапливаете, ну, основные, я считаю, вот, ну, это лично мой топ, биткоин, эффект, эффект, да, ну, и, соответственно, это у нас Zcash, потому что данная монета, вот, особенно Zcash, сильно недооцененная, стоит сейчас копейки 130 долларов по сравнению с тем, что он стоил, там, 2,5, почти, там, 2,700 долларов, да, то есть, это в 27, там, ну, почти в 30 раз больше, чем сейчас, поэтому на данном этапе, блин, опять соседи сверлят, это пипец, вот, поэтому, надеюсь, что вы понимаете, что данная монета имеет перспективы, и, в целом, очень сильно недооценена, и стоит, ну, вообще, ну, мизер, по сравнению с тем, что она будет стоить через, там, 2-3 года, а то и 5 лет, поэтому, ну, потом вспомните мои слова, то есть, многие мне там писали, а, ну, да, ты же говорил, там, надо было по 60 долларов, по 50-го покупать, в итоге он там достиг, ну, в 6 раз вырос, да, тут было сколько, 370 долларов, то есть, в 6 раз она подросла, мне сказали, а, ну, да, блин, надо, ты был прав, надо было закупиться, ну, так сейчас закупайте, сейчас опять возможность купить вообще за копье, поэтому, ну, как бы, те, кто послушает меня, потом озолотится, ну, а кто нет, ну, соответственно, будет потом локти кусать, вот, ну, такие дела. Информативный и полезный канал, где освещаются наиболее важные экономические новости, что влияют на цену крипты, это криптоиндустрия, ссылка на канал в описании под роликом.